И любители морозной погоды, и сторонники теплых весенних дней собрались на проводы общегородской Масленицы, состоявшейся на площади Советов. Масленица – удивительный праздник, зашифрованный в символах, разгадав которые, становится понятно, почему этот праздник на Руси так любили наши предки и отчего его так любим мы. Умение на Масленицу печь блины для радушной хозяйки отнюдь не гастрономический каприз, а приобщение к сакральному праздничному действу. Яркий румяный блин, упавший на сковороду, есть самый настоящий солнечный блин, источающий жар и тепло, подобно небесному светилу. С малых ногтей мы узнаем и любим Масленицу, благодаря этой нехитрой примете. Мамки, помощница! Молодец! Ты, Маня, сковородку, неси в подарок! Вот и тебе приз! Тебе, тебе! Отворачивайтесь так от ветра! Давайте, поехали! Ох! Молодец, Мамон! Так! Молодец! Молодец какая! У-у-у! Друзья! Ох, улетай! А там хозяйка-то какая! Ох, умничка! На Масленичной неделе особое внимание отводилось молодоженам и молодежи. Нередко молодожены становились центром праздника. Люд во все глаза разглядывал невесту. Румянули, стройна, прикосили. Как известно, длинная коса – признак шикарной невесты. Вот и артемовцы помогали мастерить косы для наступающей молодой весны. Неотъемлемая часть любого народного гуляния – его величество хоровод, символ единения, примирения и широты души. Недаром хоровод в русской традиции кочует из праздника в праздник. Не менее важной приметой в проводах зимы, да и во встрече весны, являются танцы. Чем ярче танец, тем скорее растают снега. Сойдут на нет капризы зимы и установится ясная погода. Для жителей Артемовского танцевальные коллективы из Центра досуга «Горняк», Дворца культуры имени Попова и Дворца культуры энергетик постарались сделать все возможное, чтобы наступающие мартовские дни были на редкость яркими. Дворца культуры имени Попова и Дворца Не только танцами, но и удалью молодецкой разгоняли зиму артемовцы. С силушкой богатырской мерились в перетягивании каната и поднятии гири. Благо мальчишек и девчонок приглашать два раза не требовалось. Ребята с радостью и охотой участвовали в конкурсах. На Масленицу полагается все дурное оставить в прошлом, обращая взор к соломенному чучелу. Неслучайно и воскресенье Масленичной недели именуется прощенным. Очистить сердце значит простить своих недругов. Обновление природы – это и обновление человека, как ее части. Поэтому не случайно следом за Масленицей пойдут недели Великого Поста. Все самое дурное, плохое, нехорошее. Пусть вместе с маслёной сгорит и отстанется раздвинуться бегом. Каждый, кто в нашем хоровой стоит, обижай. Сжигание чучела Масленицы – есть долгожданная кульминация праздника проводов зимы. Судя по тому, как в этом году лихо и скоро сгорела статная соломенная красавица, впереди нас ждут яркие солнечные дни, пора обновления в природе и жизни. Гори, гори, маркеринца! Гори, гори, ярче! Гори, гори, жарче! Развивайся с собой, молодец! Слава Богу! Гори, 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 гори! Слава Богу!